Еду в китайский визовый центр. В предыдущем видеоролике я снял документы, значит, все, что я подготовил к, собственно говоря, сегодняшнему визиту. Сейчас еду, мне осталось 9 минут уже в центре, недалеко от парка Победы где-то. Я, кстати, еду по новой скоростной трассе. Очень прикольно. Слева Москва-Сити, вот трасса от МКАДа, идет она со стороны Рублевки и вот в сторону Москва-Сити. Мне даже в большей степени интересно не то, как пройдет, а сколько времени займет, потому что не очень хотелось бы сидеть там 3 часа, как мне говорили, что в очередях можно просидеть достаточно долго. Красиво, конечно, когда к Москва-Сити подъезжаешь. Ну так еще по скоростным трассам, которые пустые. Сейчас пусто, пробок уже нет. Прям классно. А вот парк Победы, кстати. Если вам интересно про перечень документов, посмотрите предыдущий ролик. Я также поставлю ссылочку здесь в описании. Еду уже по улице Василисы Кожаной. Здесь дом 24 было, мне нужен первый. Территорию, строго въезд на территорию. Здравствуйте, а мне показывает китайский визовый центр. В общем, надо найти парковку, как всегда у нас сделано. Значит, здесь находится в здании справа от меня, вот оно, это здание. Там находится визовый центр, но ставить там у них не положено. Понимаете, мне показывает навигатор прям туда подъезжать. Стоит охранник и говорит, типа, есть вроде там какие-то парковочные места, но стоят шлагбаумы. Охранник там стоит и говорит, типа, вот ставьте где-то, где-то там. Вот это вот здание, вот здесь находится визовый центр. Сейчас я буду искать. Поверните налево, во двор, а затем поверните направо. Здесь, а вот там, прямо возле него нельзя, хотя машина стоит. Очень странно. Такс. Мы ищем парковку. Маршрут перестроен. Остановился, короче, за полтора километра от визового центра, навернул несколько кругов, искал парковки. Все занято, места все заняты. Поэтому ищите заранее место. Я минут 15, наверное, катался, искал парковку, остановился и теперь мне идти еще 15 минут. Понимаете, да? Пришел на другую сторону, чтобы показать вам бизнес-центр. Короче, получается вход. Тут прямо написано секция 1 и тут банк-система слева. По центру секция 1, вот туда вход и там написано на табличке, значит, внутри, на табличке, где китайский визовый центр, все написано. Тут я снимал в 11.45, получается, я туда зашел. Вышел я в час. Получается, час 15, все вместе. Мне, честно говоря, говорили, что будет дольше, будет 3 часа. Нормально. В целом все достаточно быстро. Короче, стандартная визовая процедура, ничего сверхъестественного. Значит, что по срокам? Вот сейчас, получается, у нас среда-обед. Я все сдал и мне сказали, что в понедельник я уже могу приехать и забрать документы. То есть, ну, меньше недели, 5 дней. По стоимости 7-100. Если делать там какие-то дополнительные, я не знаю, фотографии там было написано, что-то еще было написано, копии, по-моему, каких-то документов, то там уже дополнительные расценки. Внутри, кстати, стоят кофемашины. Пока вы там сидите, стоите, вы можете выпить кофе. Я был, получается, 160-й, но там в разнобой все это дело идет. Талон А, сто, тридцать, девять, окно, шесть. Плюс там есть, там, талончики, там, начинаются с буквы В. Талон В, девяносто три, окно, шестнадцать. И с буквы О, и с буквы Н, то есть, и все идут там, кто в кассе, кто еще куда-то. Сначала нужно документы сдать, чтобы у вас их приняли, а потом уже нужно еще чуть-чуть подождать и к кассу двигаться. Вы знаете, какой вопрос задала девочка, которая принимала в окошке документы? Я лечу в Бангкок, а из Бангкока я, короче, хочу залететь в Китай. И забронировал возвратный билет. То есть, Бангкок, Пекин, Бангкок. И первый вопрос, который она мне задала, типа, а вы собираетесь после, опять после того, как вы влетите в Бангкок, собираетесь вы потом опять лететь в Китай? Ну, я не был в Китае. Я говорю, ну, вы знаете, если, говорю, мне настолько понравится Китай, что я захочу еще раз туда после Бангкока, то как бы все может быть. На самом деле, туристическая виза, как она сказала, дается однократно. Честно говоря, такие вопросы, полетите ли вы потом в Китай? Ну, все же может быть. Да, вы согласны со мной? Что мне интересно было? Что она сказала, что справка с работой ей не нужна. Потом она мне сказала, что справка из Бангка ей тоже не нужна. То есть, она бы не взяла ее. Но я настоял, чтобы она взяла их, взяла. Копии паспорта российского тоже не взяла. А российский паспорт тоже не взяла. Посмотрела и все, вот все здесь. То есть, только загранник. Одну фотку она у меня взяла здесь. Из вот этих вот бумажонок. Виза appointment confirmation. Оставила мне на память, что я там был у них. Отметки не взяла. Копии, да, да, да. Свидетельство рождения не взяла, я вам сказал. Страховку взяла. Ребят, вот список я вот, который я готовил, полный список. Я в прошлом видео говорил. Вот это сейчас, что у меня осталось. Вы можете сказать, а нахрена ты это делал? Да, если это не брали. Вот послушайте, лучше вот перебздеть, чем не добздеть. Это уже столько раз проверял. Лучше взять, блин. Вот я говорю, да, вот она не взяла справку с этого. Выписку из банковского счета не взяла. Я за нее заплатил там 200 рублей в Сбербанке. Может быть, они бы ее взяли, но они ее не взяли. Да, вот как бы лишние 200 рублей заплатили. Да мне пофиг на эти 200 рублей. Но как бы если бы они у меня спросили ее, понимаете? А у меня ее не было. Ну тогда было вопрос. Ну и также, что касается других документов. Копии документов. Вообще по-хорошему, чтобы копии документов всегда были. Ну мало ли там с детьми летите куда-то. Меня уже столько раз выручали копии на телефоне, когда есть. Вот у меня на телефоне вообще папочка одна. Есть документы. Там у меня копии, свидетельств. Там всякая-то херни на машину. Оно у меня есть. Я говорю, уже столько раз выручала. Иногда раз тебя и спросили. Ты не ждешь в кафе, тебе говорят. Не дам кофе, пока не дашь свидетельство о рождении ребенка. Не покажешь свое. Ну конечно, это шутка. Видно же, да. По мне, что это шутка. Лучше, чтобы копии документов всегда были в электронном виде. Ребятки, ну что, 23-го. Что еще видео? Еще видео одно записывать. Получил или не получил? 23-го. Хорошее число, 23-е. Потому что Краснодар это 23-й регион. Я сам из Краснодара. Я жил в Краснодаре. Родил себя в Магадане. Жил в Краснодаре. Считаю себе, это как бы, две моих родин. Поэтому все должно быть хорошо. Должен дать визу сразу влепить меня на 10 лет. Хороший парень такой. В розовой кофте яркой. Чего бы ему не дать. Да? Ну все, давайте. Запишу еще следующий, ладно. Ролик убедили меня. Ладно, все. Напросились.